МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Все под контролем". Главный санитарный врач Сарова рассказала о ситуации с коронавирусом в нашем городе. Саровский спектакль на московской сцене. Белоснежку и семь гномов показали в Театре Луны. Саровчане стали победителями первенства Нижегородской области по баскетболу с иди ветеранов. Далее расскажем обо всем подробно. Вспышка болезни, вызванной коронавирусом, началась в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев инфекция разошлась по всему миру. По последним данным, коронавирусом заразилось около 200 тысяч человек. В России насчитывается 114 заболевших по состоянию на 17 марта. В Сарове больных не обнаружено. Был уже мальчик, про которого мы говорили. Он был у нас из Китая, который в 14 эти дней заболел. И лежал в больнице. И провели ему весь комплекс обследований. Он оказался больным гриппом В. На сегодняшний день он уже здоров, выписан. Есть еще один человек на сегодняшний день, который приехал из Арабских Эмиратов с признаками заболеваний. Тоже я думаю, что его вылечат. И тоже почему-то я в этом плане полный оптимист. Я считаю, что это совершенно другая инфекция. Потому что в Арабских Эмиратах у нас еще очень мало заболеваний. По словам Ирины Игнатьевой, в клиническую больницу обращаются горожане, которые вернулись из-за границы, чтобы вовремя выявить инфекцию и обезопасить окружающих от вируса. В середине марта таких было 23 человека. На самом деле к завтрашнему утру их будет гораздо больше. Потому что вчера это был один список заболеваний стран, сегодня это был другой список стран. А если завтра с утра мы рассматриваем абсолютно все страны, то можете себе представить, что в городе много людей, вернувшихся в принципе из-за рубежа. Что значит берутся под наблюдение? Это значит, что нам о них передаются сведения. А если они не передаются, то люди сами могут обратиться. В принципе, это такой взаимный процесс. К ним приезжают медики, предлагают самоизоляцию на 14 дней, где самоизоляция предполагает оставаться, находиться по месту своего проживания, активно никуда не выходя, не имея тесных контактов с внешним миром. У всех, кто обращается в больницу с симптомами коронавируса, берут анализы дважды в день, когда человек поступил в клинику и в день выписки. По словам Ирины Игнатьевой, 80% пациентов переносят болезни в легкой форме. Тяжело болеют 20%. Смертность от нового вируса составляет 3,5%. Мы сейчас, к сожалению, все заложники именно вот этих организационных мер. Мы часто страдаем не из-за того, что инфекция тяжелая, а потому что организационные все наши меры, включая наши карантинные мероприятия, нацелены на то, чтобы немножко отсрочить шквал наступлений больных. Заболевание все равно придет. Вот вы поймите, что вот как грипп. Ну, как вот сказать, что давайте закроем границы, и россияне тогда гриппом болеть не будут. Ну, это абсурд. Если инфекция передается воздушно-капельным путем, в нашем мире ее невозможно остановить. Она все равно придет. Чтобы не заразиться коронавирусом, сотрудники здравоохранения рекомендуют горожанам поддерживать чистоту рук и поверхностей, носить с собой дезинфицирующие средства и одноразовые салфетки. Избегать приветственных рукопожатий и поцелуев. Если вы почувствовали усталость, у вас появилось затрудненное дыхание и повысилась температура, есть кашель и боль в горле, то не стоит заниматься самолечением. Необходимо вызвать врача на дом. Более подробно о коронавирусе можно прочитать на сайте ФМБА России или позвонив на горячую телефонную линию в Сарове 977-77. 216 многодетных семей в Сарове ждут получения положенных им земельных участков для последующего строительства. Для этих целей в городе выделено три территории. Вблизи улицы Западной запланирован 31 участок. В районе улицы Нижегородской – 72. В микрорайоне 1А и 1Б – 70 земельных наделов. Строительство инженерной инфраструктуры ведется только на улице Нижегородской. На это выделено 160 миллионов рублей. Что сделано из инженерных сетей? Водопровод проложено уже 1334 метров магистральных сетей. Это 64% от общего объема. По канализации проложено 1038 магистральных сетей. Это 44% от данного вида работ. И выполнен уже монтаж канализационной насосной станции. Таким образом, на 1 марта выполнено из всех объектов, из всех видов работ 47,33%. То есть за два месяца, по сути, за три – декабрь, январь, февраль – выполнено 47%. То есть этот проект стартовал и идет с опережением. 72 участка на этой территории распределят между многодетными семьями путем жеребьевки при соблюдении двух условий. Должно быть завершено строительство инженерных коммуникаций и заложены деньги в бюджет на строительство дорожной инфраструктуры. В местный бюджет мы заложили 25% от этой суммы. Уже заложено в местном бюджете. Сейчас мы заявились на конкурс, чтобы получить дополнительное софинансирование в размере 70% от 109 миллионов рублей для строительства автодорожной. Но если проект не победит в областном конкурсе, то сроки проведения жеребьевки сдвинут. Соревнуется между собой муниципальное образование региона. Не у всех есть деньги на софинансирование, у нас они есть. Это уже хорошо, это большой плюс. Ну и то, что у нас уже по сути ведутся работы строительные и наверное в области трудно тормозить этот процесс, у нас очень хорошие шансы. Что касается земельных наделов на улице Западной, проектно-сметная документация 30 участков в этом районе находится на госэкспертизе. В микрорайонах 1А и 1Б пока только утвержден проект планировки и межевания. Татьяне Федоровне Шиминой 70 лет. Из-за болезни колени женщине назначили курс лечения в стационаре. Подниматься в гору на Маслихе ей тяжело, боль в ногах и возраст дают о себе знать. Приехав первый раз на процедуру на такси, Татьяна Федоровна столкнулась с неприятной ситуацией. Сторож не хотел пропускать машину на территорию больничного городка. Поэтому я и боялась сегодня ехать, говорю, если опять будет скандал. А я не дойду, гора вон какая, я не дойду. После переговоров со сторожем женщину все-таки пропустили, но посоветовали уладить эту проблему в справочной службе. Она мне сказала, вы вызовите такси, запомните номер такси, а он у меня никак еще не вспоминается. Потом позвоните мне, а потом я позвоню на это, на проходную. Это что ж такая за система? У меня вот направление есть, вот пожалуйста. Я еду на лечение, я его оплатила. Траматологу, в Жафарову. Что еще надо-то? Как нам пояснили в КБ-50, усиленный пропускной режим ввели из-за того, что на территорию стало проезжать много посторонних машин, которые мешали проездам скорой помощи. А пациенты больницы жаловались на шум. Въехать на территорию на машине могут представители обслуживающих организаций. Кроме того, есть список пациентов, которым необходим гемодиализ. Их пропускают без проблем. Для жителей города, которые не входят ни в пропуск, ни в списки, вот разовые такие заезды, у нас разрешается, например, для доставки больного в приемный покой. Здесь есть определенная сложность, охранник не может определить, он на самом деле больной или не больной. Но, как правило, пропускают. Для сравнения, в 2015 году зафиксировано 1400 проездов в приемный покой. В 2019 году более 2200 граждан смогли проехать туда на машине. Что касается других отделений, без проблем проезжают люди с ограниченными двигательными функциями и пациенты, которым надо попасть на КТ или МРТ. Пропустят также родители, которые везут ребенка в приемный покой или на процедуру в стационар. На КПП каждый день подают по фамильной списке тех, кому разрешен въезд. При этом пропускать будут и тех, кто едет на такси. Есть такие случаи, мы по фамильной тогда делаем, потому что охранник должен, по сути, подойти к такси и спросить, куда едет. Вот, и мы должны четко ответить. Я по списку, фамилия такая-то, разрешение дено на определенный срок. Каждую ситуацию по непропуску или незаконному проезду на территорию разбирают индивидуально. Полный перечень тех, кому разрешен въезд на территории больничного городка, опубликован на сайте КБ-50. Вот этот вот внешне ничем не примечательный кусочек синтетического материала нынче на вес золота. Месяц назад маски пропали из всех аптек. Когда они появятся, неизвестно. Масок нет не только в аптеках. У поставщиков они тоже отсутствуют. Сроки, когда изделия привезут, никто не называет. Специалисты советуют прибегнуть к старому испытанному способу сделать маски самим – из марли. Этот материал в аптеках есть. Это несложно, сшить там себе маску из марли. И к тому же ее удобство в том, что она неодноразовая. Вы ее постирали, прогладили утюгом, пожалуйста, вы можете ее использовать. Может, это даже и удобнее, чем вот это вот из нетканого материала маска, которую через два часа вы выбросили и все. В период эпидемии возрастает спрос на противовирусные препараты. Недостатка в них в саровских аптеках нет. Антисептические гели для рук и средства для санитарной обработки дверных ручек и других поверхностей в нашем городе тоже можно легко найти. Есть приборы, которые могут убивать бактерии с помощью, например, ультрафиолетового излучения. Пожалуйста, солнышко. Вот представлены у нас разных мощностей лампы ультрафиолетовые, которыми можно облучать помещение, обеззараживать. Кроме того, с 18 марта и до особого распоряжения аптека на перекрестке проспекта Ленина и проспекта Мира переходит из режима дежурной аптеки на круглосуточную работу. Более подробную информацию можно получить по телефону 603-68. В квартире беспорядок, антисанитария, детям негде играть, готовиться к урокам, а порой и нечего есть. Все потому, что родители в это время беспробудно пьянствуют. На этих снимках лишь малая часть того, что происходит в квартирах некоторых сравчан. Из четырех таких семей в прошлом году детей забрали, в том числе двухмесячного ребенка. Там антисанитарное состояние. Все люди, которые там проживают, находятся в алкогольном опьянении. То есть ребенком никто не занимается. Ребенок грязный, не кормленный, не одетый. То есть никаких условий не создан для его жизни. Работу с неблагополучными семьями в нашем городе ведет отделение по делам несовершеннолетних. В прошлом году полицейские совместно с представителями органов опеки, соцзащиты и прокуратуры посетили 275 саровских семей с профилактическими мероприятиями. На учет поставили 29 семей. Изъязье – это крайняя мера, когда возникают угрозы жизни и здоровью детей. Ребенок ходит не одетый, не обутый, школу не посещает, кушать ему нечего. Да и плюс к этому был случай, что рукоприкладство к ребенку. То есть родители встают на алкогольном опьянении. Соответственно ребенок мешает и происходит то, что причиняет телесное повреждение ребенку. Полицейские возбуждают уголовные дела и передают их в суд. Дальше – лишение родительских прав. В прошлом году два ребенка не захотели возвращаться обратно в семьи. И вместо родного дома выбрали казенное учреждение. Поведение родителей зачастую становится для детей примером для подражания. Они с малых лет начинают бродяжничать, хулиганить, употреблять алкоголь и наркотики. Мы плотно работали в 2018-2019 году. 2019 год у нас тихо прошел. То есть всех определили в спецшколу. Один дали реальный срок. То есть воспитатель на кого не уехал. В Сарове на учете стоят 69 подростков. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних знают о каждом из них все. Любая хулиганская выходка становится поводом для очередных профилактических бесед. Полностью интервью с начальником отделения по работе с несовершеннолетними смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области от партии ЛДПР Владислав Отмахов на личном приеме граждан обсудил с саровчанами вопросы, которые касаются реализации мусорной реформы в нашем городе. Она стартовала по всей стране в начале 2019 года. На приеме выяснилось, что саровчан особенно волнует тема вывоза мусора с территорий гаражных кооперативов и жилых домов. У нас сразу же, в два раза, более чем даже в два раза увеличилась трата на это дело. Можете себе представить, для гаражных кооперативов, там где в основном владельцы гаражей поживые люди, из города весь мусор повезли к нам. Не то они очень не желали, собственно говоря, заключать договора, а куда и мусор делать-то надо. Здесь аэродромная, площадь поселок, ТИС, так называемые товарищи индивидуальных застройщиков. Теперь яблоневый сад, они все индивидуальные дома имеют. И оттуда, вплоть до того, что вырубки деревьев из садов, и то повезли на территорию гаражных кооперативов. Также саровчане жалуются на отсутствие контейнеров в местах сбора мусора. Систематические сбои с его вывозом, выходные и праздничные дни. Задержку счетов региональным операторам и переплату управляющим компаниям. По словам Владислава Отмахова, еще до начала реформы в Нижегородской области работали три мусоросортировочных завода. И тарифы не сильно отличались от нынешних. Изначально управляющие компании, которые и до этого вывозили мусор, они же его куда-то вывозили, уже тогда работали и должны были вывозить на те сертифицированные полигоны, которые тогда брали 300 рублей. То есть сейчас, если это 360, то что у нас топливо? Ну, сильно не поднялся там копейки какие-то. Зарплата тоже сильно не поднялась. То есть средний показатель этого тарифа, он не должен сильно вырасти. Только что должно было произойти, когда выставились отдельно счета за мусор, у нас должны были счета за домообслуживание снизиться. Понимаете, о чем я вам говорю? Ну, управляющие компании эти деньги оставили в своих карманах. Ну, чаще. Может быть, не все, но очень многие. Актуальным вопросом остается обоснованность начисления платы за коммунальную услугу, исходя из общей площади жилья. Тариф на вывоз мусора в многоквартирных домах, в отличие от частных, привязан к метражу квартиры, а не количеству проживающих на жилплощади людей. Общественники считают этот подход несправедливым, особенно если человек находится в квартире непостоянно, например, уезжает на лето. Все обращения, которые поступили от саровчан, депутат Владислав Отмахов пообещал взять на контроль и по возможности решить проблемы населения на региональном уровне. У волонтеров Саровского физико-технического института участие в акции по сдаче на типирование вошло в привычку. Два раза в год будущие ученые и инженеры помогают медикам объяснить горожанам, как правильно заполнить анкету донора и показывают собственным примером, что им не безразлична судьба человека, который нуждается в серьезном лечении. Если ты можешь помочь человеку, почему это не сделать? Спасти кому-то жизнь. 20 городов в этот раз принимало участие в акции, которые проводит Нижегородский онкологический центр, чтобы увеличить общероссийские регистры доноров костного мозга. В России их не хватает. От Нижегородского региона в регистре более 9 тысяч человек. В Сарове каждый год кровь на типирование сдают около 50 горожан. Все анализы отправляются в главный штаб, где обследуются, и выискуются уже подходящие рецепиенты, которым может подойти именно это донорство. То есть производится анализ крови на определенную структуру, и ищется именно генетический близнец. Он может быть как по всему миру, так и по России. В нашем городе уже есть реальный донор костного мозга Валентина Гришина. Теперь она сможет помочь нуждающемуся человеку получить жизненно важное лечение. Гимнастика, фитнес, занятия вокалом или рукоделием, игры, викторины и квесты – все это готовы предложить своим воспитанникам Центра внешкольной работы и молодежный центр летом 2020 года на площадках «Летняя дача». От лагеря этот вариант отличается тем, что там ребенка не кормят. Длится день на площадке только 4 часа. Школа города откроет 15 лагерей с дневным пребыванием. Заработает лагерь «Теремок» Центра социальной помощи семье и детям. Специалисты обращают внимание жителей на появление несанкционированных коммерческих лагерей. Таких организаций отдыха, где предоставляются услуги по присмотре и уходу, организаций досуга, обучение детей в каникулярные периоды без получения разрешительных документов, не входящих в региональный и всероссийский реестры организаций отдыха детей и их оздоровления. Направляя своего ребенка в такую организацию, родитель не может быть уверен в его безопасности. Неизвестно, есть ли у педагогов медицинские книжки и справки об отсутствии судимости. Как организовано питание и соблюдают ли правила пожарной безопасности. Эти лагеря будут выявлять. Деятельность таких организаций будет прекращаться надзорными органами с момента их выявления. С 1 июня за такую деятельность предусмотрен административный штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Проверить, входит ли лагерь в реестры организации отдыха и оздоровления детей, можно обратившись на горячую линию в ДМИС по телефону 99062. Еще один вариант отдыха – санаторное оздоровление детей. Специалисты напоминают, что родители могут обратиться за компенсацией части расходов по приобретению путевки. Возраст детей от 4 до 15 лет включительно. Размер данной компенсации составляет от 12 тысяч 100 рублей до 13 тысяч 800 рублей. При условии пребывания ребенка в такой организации от 21 до 24 календарных дней. Очередность получателей компенсации определяется от даты подачи заявления. Санаторий или санаторно-оздоровительный центр, за пребывание в котором положена компенсация, должен соответствовать ряду требований. За информацией обращайтесь в Департамент по делам молодежи и спорта. Загадочный лес, волшебное зеркало, злая королева. Все это ждало зрителей Московского театра «Луны» в спектакле «Белоснежка и семь гномов». Представил его Саровский драматический театр на внеконкурсной программе фестиваля «Золотая маска». В афишу программы детского уикенда попадают лучшие постановки страны. В этом году шанс выступить на столичной сцене выпал коллективом из девяти городов России, в том числе и нашему. Для Сарова это впервые, что театр выехал на фестиваль такого уровня. Фактически для нас это были гастроли даже в большей степени, такой выезд. Нас не оценивали ни жюри, не было никакого разбора спектакля. Мы просто приехали и в театре показали наш любимый спектакль, один из любимейших спектаклей «Детские белоснежки и семь гномов». Площадка была немножко, ну естественно она отличалась от наших, были некие такие корректировки в плане показа. За два дня до введения карантинных мер спектакль все-таки успели показать зрителю. Зал был практически полон. По словам завлита Саровского драматического театра Ольги Логиновой, постановка покорила гостей и оставила положительные впечатления у детей и их родителей. Дети именно следят за сюжетом и они ахают, а взрослые хохочут, потому что там очень много заложено смыслов для взрослых. И по-моему принимали нас просто чудесно. И потом мы аплодировали, и браво кричали, и вставали в общем. Премьера постановки в Сарове состоялась почти три года назад. Создавали сказку питерский режиссер Алексей Забегин и художник Екатерина Никитина. Именно декорации стали изюминкой спектакля. Они наполнены не только эстетикой, но и множеством смыслов, которые наверняка разглядят опытные зрители. За каждым экспонатом Музея боевой славы лицея номер 3 стоит целая история. Здесь можно увидеть модели вооружения, обмундирования, фотографии, личные вещи солдат времен Великой Отечественной войны. Книги, посуду, письма и медали. Все это сотрудники и ученики собирают на протяжении 55 лет. У нас есть альбомы, которые оставили нам выпускники нашей школы 65-66 года. Они все идут сюда, потому что все помнят этот музей, особенно те, кто в 65-м году выпускался. Они же его и делали. Это является визующим местом, наверное, многих поколений. И я даже на переменах иногда открываю музей, чтобы дети просто заходили. Увидели какие-то фотографии многих родственников, воевавших или погибших своих на войне. Экспонаты, те, которые оставили их родители или дедушки. Музей насчитывает более 300 экспонатов и документов. Ученики лицея относятся к ним максимально бережно. Заводят учетные карточки с фотографиями, контролируют температуру и освещение в комнате. Коллекция музея регулярно пополняется благодаря работе поисковой группы «Демянск». Один из ее участников, выпускник лицея Владимир Попов, с 2014 года привозит с раскопок различные артефакты. Пулемет Дегтярева стал одной из жемчужин экспозиции. Оружие, на удивление, хорошо сохранилось с военных лет. У каждого из этих экспонатов есть свой хозяин. Каждый из этих экспонатов связан с конкретным человеком, который был. Который оставил свой след, который оставил даже иногда свой запах какой-то. И поэтому этот автомат, вот у нас на центральной витрине он здесь представлен, он сохранился только благодаря тому, что его хозяин, фактически упав на него во время сражения, с собой его сохранил таким образом. В музее проводят классные часы, встречи, уроки истории. Регулярно устраивают экскурсии для школьников, ветеранов и воспитанников детских садов города. В этом году лицей участвует в программе «Школьный музей Победы», которую проводит Российское военно-историческое общество. Все организации получат шанс попасть в рейтинг лучших школьных музеев страны. Детская дружба переросла в крепкий творческий союз. Группа «Тайсо» уже около 30 лет объединяет четырех совершенно разных людей. Общее у них одно – любовь к музыке. Единой творческой концепции у группы нет. Все песни, которые они исполняют, разноплановые. Дело в том, что не будучи профессиональными музыкантами, то есть людьми, для которых от того или иного качества их творчества по большому счету зависят их какие-то жизненно важные моменты, мы можем делать музыку и творить свое удовольствие исключительно. Это позволяет нам не зацикливаться, не сосредотачиваться на том конкретном, а стараться жить широко и красиво, так как нам нравится и как, надеемся, наши публики нравятся в итоге. Открыла концерт песня «Небесный механик» на стихи саровского поэта Андрея Тенигина. Практически вся новая программа «Тайсо» построена на его произведениях. Тем самым музыканты отдали дань уважения своему близкому другу, погибшему в 2017 году. Спроси меня, о чем тогда? Друг другу мы с тобой молчали. Известно мне наверняка, что жизнь всегда любви короче. Спроси меня, еще пока я не ушел осенней ночью. Участники «Тайсо» выступают на городских концертах и выезжают за пределы Сарова. Практически каждый раз они собирают полные залы. Их песни находят отклик в сердцах как представителей старшего поколения, так и молодежи. Все зависит от площадки, на которой проходит концерт. Иногда от весьма-весьма нежного возраста зритель присутствует до глубоко пенсионного, скажем так, состояния люди. И опять-таки тот материал, который мы предлагаем творчески, он не предрасполагает направленность на кого-то. Он вообще человеческий, он всем понятен, доступен. Полную версию концерта группы «Тайсо» можно посмотреть на канале 16. Следите за программой передач. Работа на дружняком у Маргариты Выкуловой заняла полгода. Рукодельница применила две техники – гладь и мережку. Нитки для вышивки она выбрала пастельно-голубых тонов, так что полотенце получилось нежным и воздушным. Самое сложное в мережке – это то, что там надо считать. И если ты на одну ниточку в мережке ошибешься, то придется распускать всю мережку и делать заново. Маргарита занимается в отделении дизайна одежды детской школы искусств номер 2 второй год. Девочка отметила, что вышивание – это очень трудоемкий процесс, который требует от мастерицы усидчивости и внимательности. И поначалу ей очень сложно давался этот вид рукоделия. Тебе кажется, это все сложным, и ты хочешь это просто все забросить и уйти, так сказать. Но потом, когда ты начинаешь вышивать, ты немножко привыкаешь, и у тебя это уже все, так сказать, на автомате получается, и поэтому уже не так сложно. На презентацию выставки «Красота и мудрость рушников» пришли друзья и родственники юных мастериц. Об истории, тайных знаках и символах этих изделий гостям рассказали сотрудник библиотеки и преподаватель детской школы искусств номер 2. На выставке представлены владимирский шов, либо верхошов, цветная переведь, счетное шитье. Также здесь представлены два рушника из частной коллекции моей 1939 года вышивка в технике решелье и ивановская строчка. В экспозиции всего 12 рушников. Они отражают вековую мудрость русского народа. В хитросплетениях нитей заложены символы и тайные знаки, которые имели для наших предков огромное значение. Каждый вид вышивки уникален, удивителен и по-своему сложен. Потому что владимирский шов, он выполняется по готовому рисунку, по переведенному рисунку. Цветная переведь, счетное шитье, они выполняются по чистой ткани, по счету ниточек. Дополнили рассказ о старинных видах рукоделия русские народные песни. Яркую концертную программу подготовили юные артисты из фольклорного ансамбля «Задоринга». В секцию по пулевой стрельбе Яша Скетев пришел два года назад. В региональных соревнованиях он участвует в первый раз. В первенстве Нижегородской области по пулевой стрельбе юноше нужно было сделать 20 выстрелов из пневматической винтовки и выбить максимальное количество очков. Яша справился с поставленной задачей и занял первое место в своей возрастной категории. У меня получилось держать позу хорошо, более-менее нормально попадать, но немного не получилось все-таки более спокойно прицеливаться. Главное не место, а участие. И для меня было уже здорово поучаствовать в соревнованиях. В соревнованиях приняли участие и более опытные спортсмены. Ярослав Рубин занимается пулевой стрельбой около шести лет. Он посвящает этому виду спорта все свое свободное время. В свои 14 лет Ярослав точно знает, что хочет связать свою жизнь с пулевой стрельбой. Я хочу стать тренером. Планирую хотя бы. Потому что мне кажется, что мне так будет проще. Потому что я хотя бы понимаю, как научить других. Первенство Нижегородской области по пулевой стрельбе проводится ежегодно. В этот раз за призовые места боролись юные спортсмены из Сарова и Нижнего Новгорода. 45 мальчиков и 26 девочек. Они состязались в меткости в двух дисциплинах. Стрельба из пневматической винтовки и стрельба из пневматического пистолета. Любое спортивное предприятие полезно для детей. Что им лучше, как говорится, толкаться по улицам. А здесь они заняты, они увлечены, они стремятся к чему-то. Если кто, как говорится, действительно себе... А тем более сейчас немножко так забираю вперед. У нас уже вот пять лет действует ЦСП в Нижнем Новгороде. То есть это Центр спортивной подготовки, где перспективные спортсмены, если они добиваются определенных успехов, могут получать зарплату. Победители первенства области по стрельбе отправятся на всероссийские соревнования в город Глазов. В турнире Нижегородской области среди ветеранов приняло участие четыре команды из Сарова, Арзамаса, Дзержинска и Нижнего Новгорода. Игры проходили по круговой системе. Одна дома, одна на выезде. В схватке за первое место сразились баскетбольные команды Сарова и Дзержинска. Шансы на победу были равными у обеих команд. В итоге с отрывом в одну очко победил баскетбольный клуб Саров. Спортсмены из Дзержинска – давние соперники саровчан. Они не раз становились победителями чемпионата области среди ветеранов. На турниры они приезжают не только посревноваться, но и встретиться со своими старыми товарищами. Это спорт. А в баскетболе кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Самое главное, что мы на этом турнире встречаемся с друзьями, поддерживаем теплые отношения. Ну а на площадке мы, конечно, боремся друг против друга. По итогам турнира наши спортсмены заняли первую строчку пьедестала почета. По словам капитана команды Александра Кулькова, к победе баскетболистов привели уверенные передачи, грамотная игра в нападении и обороне. Выиграли в тяжелой борьбе. Ну, в принципе, результатом довольны. Все молодцы. Ну, тут главное без травм. Обошлось без травм. Все доиграли в турнир. Все хорошо. Все живы-здоровы. Ну, все будем тренироваться дальше, чтобы выйти на следующую ступень. Теперь саровчанам предстоит защищать честь Нижегородской области на первенстве России, которое пройдет в июне. А пока баскетбольный клуб «Саров» готовится к очередному турниру, который пройдет в середине апреля. Соревнования посвятят 75-летию победы. В них примут участие спортсмены из Москвы, Мурома, Тулы, Липецка, Воронежа, Санкт-Петербурга, Дзержинска и Нижнего Новгорода.